Всем привет, с вами Вайдер и сегодня я вам расскажу про обновления, из-за которых ушли многие игроки в танк онлайн. В этом топе собраны не все обновления, о которых я хочу вам рассказать. Поэтому, если вы хотите продолжение, давайте наберем 2000 лайков и я запишу следующий выпуск. Также, если по какой-то причине вы еще не подписаны на мой канал, обязательно, ребят, подпишитесь, это очень большой стимул выпускать все новые ролики. А в комментариях можете написать, какое, по вашему мнению, самое ужасное обновление. Ну а мы погнали! Ребаланс Который прошел в 2012 году и, как заявляют разработчики, в игре он больше не планируется. Это было очень негативное обновление для большинства игроков, которое подняло огромную шумиху, о котором вспоминают, кстати, и по сей день. Ребаланс включает в себя изменение характеристик пушек и корпусов, также было полное обнуление гаража и возврат всех кристаллов на ваш счет. Так что же плохого в этом обновлении, спросите вы? А это, ребят, как раз таки то самое обнуление гаража. Если до обнуления, допустим, игрок имел весь гараж М3, то после него он мог купить лишь пару М3 модификаций. И игрокам, к сожалению, заново пришлось фармить кристаллы, чтобы вернуть себе весь М3 гараж. Так как цены на вооружение были просто в разы выше, чем до этого они стоили. Большинству игроков это, мягко говоря, не понравилось и они ушли с игры. ЗКД ЗАВИСИМАЯ АКТИВАЦИЯ ПРИПАСОВ И тут стоит отметить, что для новых игроков на начальных званиях это обновление не несло за собой никаких негативных посылов. Но несло для опытных игроков с большими как раз таки званиями. Объясню, как это было раньше. В танках можно было включать все припасы одновременно и в любой последовательности. На них не накладывался кулдаун, то есть ожидание, которое пришлось ждать, чтобы заюзать следующий припас. Это обновление стало главным камнем преткновения для большинства игроков, которые привыкли сжечь припасы в битвах, не считая просто их количества. И такой стиль игры нравился большому количеству игроков. И, к сожалению, на моей памяти есть несколько моих друзей, которые ушли после этого обновления. Отключение кристального дропа в битвах Ну а это обновление также несет в себе толпы недовольных игроков, для которых собирание кристального дропа было выгодной тактикой, которая позволяла сперва фармить, а потом уже играть на том вооружении, которое они купили. Но здесь не стоит забывать о том, что такого рода тактика по собиранию кристаллов мешала так же немалому количеству игроков, которые заходили в битвы, чтобы поиграть. А такие кристалловы для них были балластом в команде, из-за которых катки были проигрышные, так как такие игроки не играли, а просто стояли и ждали кристального дропа. Впоследствии разработчиками был сделан эксперимент, в котором они полностью и навсегда отключили кристальный дроп, не дав игрокам с их тактикой собирательства никакого шанса на существование в игре, так как обычно такие игроки играли без доната. Как по мне, блин, стоило оставить кристаллы именно в ДМ-битвах, там такие игроки абсолютно никому не мешали, и у них был шанс и дальше фармить кристаллы именно так, как они привыкли. Но, к сожалению, разработчики решили по-другому, и после этого обновления добрая часть игроков просто покинула игру. Изменения аптеки. И тут я вам сразу расскажу, как аптека работает сейчас. Римкомплект восстанавливает мгновенно 1000 единиц брони и ослабляет эффекты горения и заморозки, а затем дополнительно восстанавливает 3000 единиц брони. Однако, дополнительное восстановление прекратится, если танк получает урон. И вроде бы всё ничего, многие игроки так играют как бы и даже не знают, как она работала раньше. Остальные просто смирились с тем, что аптека стала бесполезной. А теперь давайте я вам расскажу, как аптека работала раньше и почему толпы игроков ушли после такого обновления. Раньше аптека лечила всегда, и у неё не было такого, что при малейшем попадании во штанг лечение прекращалось. Были правки, она лечила постепенно, потом она восстанавливала всё хп моментально, и ты понимал, что аптека стоит дорого по сравнению с другими припасами. И если ты её используешь, то ты получишь дополнительную полноценную жизнь своему танку. А после этого обновления аптека стала для большинства игроков бесполезной. Аптеки тратились очень быстро, а расходы на их покупку были несопоставимы с заработком кристаллов. Матчмейкинг. Невозможность выбрать карту самому. Для многих игроков было привычным, а главное удобным делом выбрать именно ту карту, на которой ты хочешь поиграть. А главное, можно было подобрать карту под своё вооружение. Сейчас же такой возможности нет. Зачастую тебя кидает в те битвы, которые ты не можешь поиграть на твоём любимом вооружении. Также главной проблемой для таких игроков стало то, что их кидает на те карты, на которых у них просто лагает. Ведь чем больше карта, тем больше требуется производительность твоему компьютеру. Появились, кстати, и плюсы. Тебе не нужно искать битву, за тебя всё делает система. Но, как я и говорил ранее, чтобы найти подходящую битву, иногда приходится искать её, ну просто очень долго. Большому количеству игроков, естественно, это не понравилось. И они также покинули танки онлайн. Вот такой у нас получился топ. Надеюсь, он вам понравился, и вы оценили его своим лайком и комментарием. А также подпиской на канал и колокольчиком. Ну а на этом наше видео подошло к концу. С вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok